Всем привет, с вами Мухинсон77. В связи с последними событиями схема в 5 защитников стала популярной, и я решил вам про нее записать видосик. Только сделал не одну схему, а две схемы в 5 защитников. Вам остается только выбрать, какой вам будет удобнее схемы играть. Вот, 5, 3, 2 или 5, 2, 1, 2. Плюс ко всему будет третья схема, 4, 4, 2, 2, с настройками после патча. Это, так сказать, бонусом. Вот, так что помчали к разбору схем. Первая схема, к которой мы сегодня приступим, это 5, 3, 2. И перейдем, давайте, к их настройке. Значит, защитный стиль у нас на балансе. Защитный стиль Банланс по всей ширине. Пятерочка, глубина пятерочка. Атакующий стиль также на балансе. По всей ширине 5. Игроков в штрафную 6. Угловые и штрафные удары по 2. Переходим к указаниям игроков. Ну, как всегда, по традиции, мы начинаем с вами с Алисона. Сбалансировано, ничего не трогаю. А три центральных защитника тоже ничего не трогаю. Оставляю все, как есть. Все на балансе левому и правому ПФЗшнику. Левому и правому защитнику. Атакующему, можно так сказать. Ставлю, значит, указания. Атакующие рывки присоединиться к атаке. Обычные перехваты и забегания будут подключаться. Потому что именно эта схема играется за счет именно этих крайков. Они подключаются к атаке и создают опасность. Но самое главное в этой схеме, именно ни левым, ни правым защитникам не терять мяч в атаке. Иначе пойдет контратака именно с этой стороны, где вы потеряли мяч. Переходим к, так сказать, можно сказать, цопнику. Центральному полузащитнику. Указание я ему даю оставаться сзади при атаке. И закрывать центр. Мартиалю левому центральному полузащитнику забегать вперед и закрывать центр. Правому центральному полузащитнику сбалансированная атака. Закрывать центр. Больше ничего не трогаю. И переходим к парню нападению. Значит, у них получается забегать за защитников и оставаться впереди. Мучим к следующей тактике. 5-2-1-2. 5-2-1-2 схемка. И давайте перейдем к ее настроечке. Защитный стиль. Значит, у нас получается баланс. Сбалансирован по всей ширине 6. По всей глубине 6. Атакующий стиль. Длинный пас. По всей ширине 8. Игроков штрафной 6. Не так, 6. Угловые штрафные по одному. Идем к указаниям игрокам. Ну, как всегда, про традиции. Вратарь сбалансирован. Ничего не трогаю. Центральные защитники также ничего не трогаю. Левому правому защитнику ставлю присоединиться к атаке. И больше ничего не трогаю. Левому центральному полузащитнику оставаться сзади при атаке. Закрывать центр и ждать у границы штрафной. Те же самые указания у правого центрального полузащитника. Ну, они рассчитывают, наверное, два центральных полузащитника на одних и тех же указаниях. Алисандриня, значит. Алисандриня на ЦАПе я даю указание замыкать навесу в штрафную и свободное перемещение. Переходим к нападающему. Вернеру и Мане я даю оставаться в центре. Забегать за защитников больше ничего не трогаю. Пробуйте, пытайтесь. Возможно, у вас что-то получится. Но, как по мне, 5-3-2 все-таки более она какая-то поинтереснее, чем вот 5-2-1-2. Вот. А мы идем к следующей схеме. Это 4-4-2. Помчали. Схема 4-4-2. Вторая после патча с новыми настроечками. Что у нас здесь получается? Защитный стиль прессинг при потере мяча. По всей ширине 6. По всей глубине 4. Атакующий стиль длинный пас. По всей ширине 6. Атакующий стиль 5. Ой, игроков в штрафную 5. Угловые и штрафные по одному. Можете вот здесь, вот в защитном стиле, если вы чувствуете слишком как-то жестковато, можете поставить прессинг при неудачной обработке. Дело ваше. Просто при потере мяча чуть-чуть они будут лучше прессинговать. Но не забывайте, что они также будут чуть-чуть и быстрее уставать. Так что смотрите сами, если вам позвоняют. И у вас игроки по 90, там стамины чуть ли не у всех. Поэтому можете поставить себе при потере мяча. Переходим к указаниям. По традиции начинаем с вратаря. Выходить на навесы. Играть последнего защитничка. Центральным защитником я даю указание оставаться сзади при атаке. Ничего не трогаю. И традиционные перехваты. Довольно интересное такое указание. Поиграл ими прошедшую Викинг Лигу. Довольно интересная схема. Много чего интересного узнал. Вот. Поэтому рекомендую. Очень интересно. Левому и правому защитнику оставаться сзади при атаке и забегании. Кантей и Погба. По-разному они. Кантей я даю персональная опека. Оставаться сзади при атаке и закрывать центр. И здесь же у нас Погба. Закрывать соперников. Оставаться сзади при атаке. И закрывать центр. Вы кстати можете. А это персональная опека. Закрывать. Можно поставить. Либо закрывать. Либо сбалансированная защита. Это уже как вам там интересней. Можно поставить. Закрывать. И можно также оставить как сбалансированная атака. Если вам не хватает чуть-чуть движения как бы в середине поля. Он будет чуть-чуть убегать в середочку. И можно будет через него отыграться. Но мне больше комфортнее. Когда у меня как бы опорная зона висит. Так сказать. На подстраховочке. Как говорится. Лучше перебздеть чем недобздеть. Вот. Левому правому хабу я даю вернуться в защиту. Забегать за защитников. И получается. Переходим к указаниям нападающих. Забегать за защитника. Вернуться в защиту. Я ставлю мартиалю. А вернура я просто ставлю забегать за защитников. И больше ничего не делаю. Для того. Чтобы можно было вынести мяч вперед. Так что пробуйте. Любуйтесь. Что понравится. Я не знаю. Дерзайте. Вот таким у нас сегодня получилось видео. Надеюсь тактики и установки к ним вам помогут стать лучше. Может разнообразить вашу игру. Не знаю как. Но возможно они вам как-то помогут. Не забудьте оценить видосы. Поставить лайк. Подписаться на видео. Чтобы не пропустить следующие ролики. С вами был Бохенсон777. Всем удачи. И пока. Увидимся в следующем ролике. Либо на стриме.